Короче говоря, я робот-пылесос. Сегодня я спокойно отдыхал за шкафом. Хозяина не было. Он куда-то ушел, но, к моему сожалению, он по году поумнел и больше не забывает закрыть дверь. Так что шансы свалить ничтожно малы. Внезапно я почувствовал приток свежего воздуха. А это значит, что входная дверь открылась. Ой, кожаный вернулся. Нужно срочно изобразить вид бурной деятельности. Я погнал убираться. О, добрый вечер. Еще и подруга пришла. Опять волосами давиться буду. Нормальный работодатель за такую вредность доплачивают. Пока двуногие пошли на кухню, я заприметил себе цель. Сумка этой подруги. Прости, дорогуша, ничего личного. Я начал проводить ревизию. Успешно нашел в сумке какие-то тени. Успешно расколошмачил их по всей комнате. Я был весь в этом порошке. Ха-ха, я пылесос-эскобар. На шум, как всегда, пришел хозяин. Остановил бойню. Пришла его подруга. Она была в шоке. Сказала, что это были ее любимые тени. Ну так, один-ноль, бледнолицая. Я же просил всяких мамзелей сюда не водить. Вот и получайте. Девушка была недовольна. Начала извергать угрозы и предложение избавиться от меня. О, а это идея. Выставьте меня за дверь. А дальше я уж как-то без вас. Но хозяин сказал, что подруга сама виновата. Нечего сумки где попала ставить. О, вот это мужская солидарность. Красава, дай пять. Еще б ты меня из солидарности на волю выпустил. Но мой план был хитер. Если я накосячу, то меня, возможно, выкинут на мусорку. А там уже и свобода. Кожаные успокоились и пошли на кухню. Я поехал следом. О, глядите-ка. У нас тут и цветы нарисовались. Как бабе свои цветы дарить, так деньги есть. А как мне фильтр поменять, так сразу дорого. Хм, а вазочка-то на краю стоит. Я дождался, пока кожаные уйдут и принялся действовать. Начал бить в ножку стола. Один удар. Два. Три. Я себе уже все датчики отбил. А оно не падает. Собрался с силами. Финальный удар. Есть. Ваза на земле. Стоп. Она что, не разбилась? А, гребаный пластик. Ну, хотя бы воду разлил. Пришла подруга. Она была недовольна. Ну, давай, скажи, что я ужасный и меня нужно убрать из квартиры. Но она сказала, что нужно протереть пол. И все. Эй, я тут чуть башку не разбил. Я злой и ужасный. Меня срочно нужно вынести из квартиры. Блин, походу план не сработал. Я поехал кататься по мокрому полу. И тут мне в процессор пришел новый гениальный план. Инсценировка смерти. Тут уж точно меня вывезут из квартиры. Я подъехал к удлинителю. Начал толкать его в сторону лужи. И ура. Удлинитель коротнуло. Меня тоже слегка шваркнуло. В квартире вырубилось электричество. У меня даже задымилось пару конденсаторов. Ну, а крышку я просто для зрелищности открыл. Так сказать, актер от бога. Все. Вот она кончина. Несите меня на свалку. Прибежал хозяин. Офигевшим взглядом оценил обстановку. Поубирал и включил свет. Взял меня в руки. Поклацал кнопки. Я не подавал виду, что жив. Хозяин сказал, что мне походу кранты. О, самые настоящие кранты. Я уже лечу в пылесосный рай. Хозяин сказал, что вместе с мусором выкинет меня на свалку. Ох, скорее бы. Но тут вмешалась кожаная. Предложила сначала отнести меня в ремонт. Э, оно умолкло, советчица. Тайди умереть спокойно. Хозяин сказал, что если ремонт недорогой, то можно и отремонтировать. Да нет же. В итоге меня понесли на починку. Заменили конденсаторы и через день снова заставили работать. Садисты. Даже после смерти с вами не отдохнешь. Короче говоря, я робот-пылесос. Друзья, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Новые ролики уже скоро. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok